Выдержка, спокойствие, уважение к сопернику. Так Егор Рогожников настраивался перед ответственными соревнованиями. Буксом мальчик занимается два года. Идет к цели стать первым везде. И в России, и в мире. Первая победа уже одержана в равном бою. В принципе, хороший соперник. Я его уважаю. Так-то я думаю, что бой равный. На ринг на городском чемпионате по буксу выйдут 137 юных спортсменов. Четыре года назад, когда провели первый городской турнир, участников было всего 20. В Самаре возрождаются спортивные традиции. Тренерская школа и спортсмены-боксеры всегда были гордостью города. Уже на протяжении многих десятилетий наши куйбышевские боксеры, а теперь наследники самарских боксеров, всегда показывали высокие результаты не только у нас в стране, но и защищали честь нашей страны на различных международных соревнованиях. А вот этот спортивный успех, он закладывается на соревнованиях. Самара стала новатором и в проведении турнира для столь юных боксеров. Мальчишкам от 11 до 13 лет. Спортивная карьера, начавшаяся со столь ранних лет, приведет к чемпионским результатам, считают организаторы. Порой один бой на соревнованиях дает больше, чем год тренировок. Первые соревнования, я по себе знаю, они самые важные, наверное, в жизни. На первых соревнованиях сразу тренер видит, какой характер боксера, что он умеет, будет ли из него что-то, как с ним работать. Вообще сам мальчишка становится мужчиной после первого раунда в ринге. Нужно проявить не только умение, но и мужество. Многие из этих ребят впервые ступили на профессиональный ринг. А ведь на турнире все по-взрослому. Три раунда, каски и капы обязательны, судейство идет по международным стандартам. Чемпионат среди младших юношей продлится четыре дня. И даже проигрыш на первых соревнованиях не повод вешать перчатки на крючок, а стимул еще больше работать. Ведь цель этого турнира – воспитать самарских чемпионов, которые свои главные медали привезут с Олимпиад. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.